Вы что, почему вы меня толкаете? Сдавший депутатский мандат, Бекпола Тлеухан крайне эмоционально отреагировал на вопросы журналиста Айнур Коскиной о личной жизни. Репортер Вести Киэджи спросил от Тлеухана, действительно ли он многоженец. Тот не стал отрицать, что живет в полигамном браке. Экс-депутат оттолкнул журналиста, но она успела войти в лифт. Другие корреспонденты остались на этаже. По словам Коскиной, в лифте Тлеухан атаковал ее. После инцидента Коскина вызвала в мажорист полицию. Тлеухан покинул здание до приезда полицейских. Журналист написала заявление на экс-депутата и прошла медицинскую экспертизу. В полиции сообщили, что проводят проверку. Пока были камеры, он ничего не предпринимал. Он ждал, когда закроется дверь. Когда дверь лифта закрылась, он попытался вырвать у меня мобильный телефон с штатива. Он сломал мне штатив и рукой очень сильно ударил в область виска. Вот сюда. Можете представлять, если от удара сломался штатив. Тлеухан был депутатом 15 лет. Избирался от партии власти Нур-Отан, был в четырех созывах парламента. В последнем сидел меньше года. Теперь он собирается на другую работу. Тлеухан, как сообщили, назначен вице-президентом Всемирной конфедерации этноспорта. Отказ от мандата он объяснил предложением поработать в международной организации. Тлеухан заявил, что не отказывается от своих взглядов и стоит на прежних позициях. В этом месяце Тлеухан назвал Азатык разрушителем страны. В скандальном интервью он также сказал, что русскоязычные граждане – носители чужой культуры. Азатык направил запрос в Можелис, спросив, не противоречат ли эти высказывания Тлеухана депутатской этике. В Можелисе ответили, что депутат имеет право на собственное мнение. Бекпулат Тлеухан получил известность как исполнитель песен. Позже перешел в политику. Находясь в парламенте, он открыто говорил, что выступает против митингов. И раскритиковал Акимат Алматы, разрешивший проведение женского марша, на котором, среди прочего, поднимались проблемы ЛГБТ-сообщества. Продолжение следует...